Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад приветствовать вас на нашем новом вебинаре. Как всегда, хотел бы спросить, насколько хорошо меня слышно сегодня? Ага, замечательно. Коллеги, несколько слов, как всегда, перед тем, как передать слово нашей сегодняшней ведущей, Анне Ивановой. Хочу сказать, ну, во-первых, многие из вас уже увидели, что в самом начале нашего чата располагаются две полезные ссылки. Первый из них – это расписание наших вебинаров, и по нему вы сможете записаться на все предстоящие вебинары первого полугодия 2017 года, вплоть до середины июня месяца. Вторая ссылка – это ссылка на наш учебный канал, видеоканал в YouTube, и на нем вы можете посмотреть все записи наших вебинаров, а также много другой полезной видеоинформации, производимой компанией Direct Media. Хотел бы обратить внимание на два предстоящих вебинара. Сейчас я дам ссылки на них в нашем чате. Один из них состоится прямо завтра. Его буду вести я. Этот вебинар называется «Как выбрать формат учебного видео». Этот вебинар открывает такой мини-курс, посвященный учебному видео, который буду вести я вот в форме вебинаров. Он состоит из трех вебинаров. И второй вебинар тоже проведет. Он пройдет уже после всех праздников. Мы решили между майскими праздниками не проводить вебинары, так как многие из вас будут в это время отдыхать. Следующий вебинар после 26 числа состоится только 11 мая. И этот вебинар тоже проведет Анна Иванова. Будет он называться «Как распространять свою научную книгу. Секреты дистрибуции». Это то, что я хотел бы сказать по поводу презентации. Я уже видел здесь вопрос по поводу, будет ли выложена презентация. Я хочу сказать, что сегодня у нас такой более аудиальный вебинар. Анна решила провести его в виде такого монолога-диалога. То есть презентации не будет, будет только общение с вами. Так что готовьте свои вопросы прямо по ходу дела и задавайте ей. Как всегда, все присутствующие на нашем сегодняшнем вебинаре получат бесплатный именной сертификат электронный. Вам на почту, под которую вы зарегистрировались в вебинаре, придет ссылка. По этой ссылке надо будет перейти, войти или зарегистрироваться на нашем портале. И после этого откроется ссылка для скачки вашего именного сертификата. Вот на сегодня у меня все. Все. Я передаю слово Анне. Анна, прошу в эфир. Я сам остаюсь в чате. Если что, помогу вам. Все. В самом начале вебинара прошу вас дать сообщение о том, как меня видно, как слышно, плюсиками, как обычно. Я понимаю, что у всех разные настройки, и мы попытались отрегулировать. Я надеюсь, что всем все хорошо слышно. Отлично. Ну, пока вы ставите плюсики, такое наблюдение очень интересное. В составе наших участников в основном женщины, хотя по статистике преподаватели, те, которые публикуются, это в основном мужчины. Так что будем налаживать баланс, и я очень надеюсь на такой хороший результат. Ну, видимо, тема их не очень привлекла, потому что они сами знают о своих проблемах, никакие вебинары им совершенно не нужны. Я действительно решила сегодня провести вебинар именно как личное общение, как общение такое тет-а-тет, без презентации. Собственно говоря, еще потому что мы давно об этом говорим, и были уже презентации на эту тему. Сегодня мне бы хотелось рассказать вам, как в публикации решить 7 проблем преподавателя. Вот такую цифру мы для себя вывели. Собственно говоря, вообще мое выступление будет состоять из двух частей. Первая часть – это, собственно говоря, проблема, а вторая, собственно говоря, как опубликоваться. Очень кратко. Мы здесь в основном преподавателями собрались, и если вы читаете лекции, ведете семинары, и уже наработали методику преподавания вашей дисциплины, то ясно, что рано или поздно вы приходите к потребности публикации. Одной публикации преподавателя решает сразу несколько проблем. Ну, начну прям по нумерации. Первое. При длительной работе в одном направлении, скажем, в рамках своей дисциплины, преподаватель вынужден давать актуальную информацию, идти в ногу с наукой, прогрессом, делать свои выводы, открытия. Поэтому появляются наработки, которыми, собственно говоря, хочется поделиться, оформить их в какую-то цельную книгу, в учебно-методический комплекс, в отдельный учебник. У многих появляются монографические работы, работы, несущие исследовательский характер в рамках своей узкой специальности, или, наоборот, обобщающего характера, какой-то глобальной проблематики. И, разумеется, такие вещи просто нельзя держать при себе с точки зрения профессионализма. Преподаватель обязан донести свои идеи, знания, результаты своих исследований, своих работ до масс, до широкого круга читателей. Таким образом, мы вывели первую проблему, с которой сталкивается преподаватель, и которую он может решить в своей публикации, это проблема передачи оформленных знаний, передачи накопленного профессионального опыта. Бывает и так, что проблему осуществления публикации стоит острое шею, потому что по преподаваемой вами дисциплине, дисциплине просто нет актуальных учебников. Ну, бывает такое. Причем я думала, какой пример вам привести, какую дисциплину привести здесь, чтобы вот подкрепить как-то свои слова. И, вы знаете, не смогла определить, прежде всего потому, что ни одна дисциплина не стоит на месте. Постоянно появляются какие-то факторы, развивающие ее, расширяющие, обнажающие какие-то факты, которые ранее были скрыты, неизвестны. Ну, вот таковы тенденции современности, все быстро меняется, требуют внимания и актуализации. Не говоря уже об облегчении именно вашей работы по преподаваемой дисциплине. Ясно, что всегда удобнее работать по своим собственным наработкам. Таким образом, вторая проблема, которую любой преподаватель решает с публикацией, это актуализация знаний, обновление научной или учебной базы по преподаваемой дисциплине. Ну, не первый год работая с преподавателями, за мой уже почти 20-летний стаж работы в образовательной среде, и вот в последнее время в издательской, причины осуществления публикации в опасности одинаковы. Ну, какие-то из них больше подвигают на работу, на публикации, на собственными изданиями, какие-то меньше. И вот по наблюдениям, я считаю, что просто нельзя опускать причину культивации собственного имени в научном сообществе. Вообще это огромный труд, и в науке, в образовании свое имя сделать сложнее, чем во многих других областях. В конце концов, люди берут, покупают не только то, что вы им даете, а тем и являетесь. Ваше имя, ваш статус в научном сообществе, вас как исследователя, методиста, педагога, специалиста в узкой области преподаваемой вами дисциплины. Раньше работать на свое имя, на бренд, который вы представляете, считалось как-то зазорно. А сейчас заставить прислушаться Макса можно только работая над тем, чтобы ваше имя знали не только студенты, но и широкая читательская аудитория. Сделать это можно с помощью своих публикаций, и нужно. Таким образом, третья проблема, которую преподаватель решает в публикации, это заявить миру о себе, о своей работе, о своих достижениях. В наше время это сделать нужно и можно. И рад, что мы заговорили о личности преподавателя, о его личных выгодах, вот в этом моменте я прошу, очень прошу понять меня правильно. Преподаватель в большинстве своем, конечно, человек гордый, говорить о день, о свой труд он не любит. Однако об этом говорить можно и нужно. И если система образования предъявляет требования, которым преподаватель должен соответствовать, она предусматривает эту систему поощрения. Прислаивает ученые степени, предусматривает надбавки. Этим нужно пользоваться. Тем более, что получение степени или прибавки в данном случае не самоцель, а приятное дополнение к результатам своего научного труда, педагогического опыта, исследовательской работы. Вот получение степеней надбавок напрямую зависит от количества и качества публикации, осуществляемых преподавателями. Все публикации попадают на ресурс, присваивающий индекс научной цитируемости любого издания. Качественная публикация, она обеспечит высокий уровень цитируемости и вознаграждение, соответственно, за свой труд со стороны системы образования, которая вы работаете. Таким образом, четвертая проблема, решаемая преподавателями публикациями, это соискание ученых степеней, повышение уровня рейс научного цитирования, получение затроженной надбавки. Мы считаем необходимым так откровенно говорить об этом, потому что мы с вами работаем в одном направлении. Поэтому хотелось бы все нюансы для себя в нашей совместной работе определить. Если переходить к масштабному, то преподаватель вузовский работник стоит на службе определенной кафедры своего вуза. Любая кафедра обязана выполнять научно-исследовательские работы, осуществлять учебное, методическое сопровождение дисциплины, или блога дисциплины, которые она представляет в учебном заведении. Мало того, что говорится на заседании кафедр, необходимо закреплять новейшие исследования кафедр в публикации, делиться опытом с своими коллегами из других вузов, дать возможность увидеть науку в действии, собственно говоря, показать результаты. В рамках публикации сделать это возможно, и причем легче всего. Более того, кафедры позволяют публиковать целые сборники трудов, объединяя сотрудников кафедры, каждый из которых может, собственно говоря, осветить определенную область поставленной проблемой или задачей, целого блока дисциплин, которыми заведует кафедра. Вот такие сборники, они очень интересны, и, как правило, востребованы вашими коллегами из параллельных вузов. Вы знаете, да, что у нас масса вузов, и, конечно, дисциплины тоже дублируются. Таким образом, публикация может объединить усилия не одного преподавателя, а целого коллектива, обеспечить развитие научных, учебных, методических, исследовательских направлений дисциплины, или целого блока дисциплин в рамках кафедры или целого университета. Почему нет? Вижу небольшое сообщение про колебание звука, но, к сожалению, невозможно выровнять из всех одинаково, поэтому я постараюсь колебаться меньше, и надеюсь, что будет слушать легче. Это была пятая проблема, которую можно решить в публикации работы на кафедре, освещение своей научной деятельности в масштабе кафедральном или вузовском. Было бы странно непонятно, если бы преподаватель вышел на идею публикации, имея материал рабочий, потребность к изданию какой-либо работы, только ради группы студентов, которыми в конкретный момент он занимается, которым преподает. Вторая группа вечернего отделения два раза в неделю. Такая идея, она, конечно, благородна, но она не окупает временные материальные затраты преподавателя, поэтому публикация, она решает проблему доведения до сведения результатов трудопреподавателя широким массам, большому кругу читателей. В мире есть масса учебных заведений, научных работников, которым требуется именно ваш опыт, именно ваш взгляд. Вот это нужно постоянно держать в голове, и не работать как точечно, а все время на большую аудиторию. Вот в этом, на самом деле, залог успеха, потому что все другие показатели вашего уровня роста, они будут, чем шире будет круг охвачиваемой аудитории, тем выше будут наши показатели в работе. Вот ради того, чтобы вашу работу видели многие, и стоит публиковаться, донести свои идеи, свои видения и дисциплины отдельно с ее частей для всех читателей, имеющих такую потребность. И я действительно говорю не только о России, но и об об этом мире, потому что в настоящий момент интерес к нашей стране и ее достижениям научным, в том числе, высок, как никогда. Вот, уважаемые преподаватели, пользуйтесь этим. Сейчас именно вот тот момент, когда нам, к нам, нашим идеям, повернулся лицом на самом деле весь мир. Сейчас самое замечательное время издавать книгу. Вот в мае, мы чуть забегая вперед, будет вебинар про секреты дистрибуции. И как человек, наблюдающий все этапы реализации продукции, могу вам сказать, что за границей за последний год наши потребности в наших книгах научных, эта потребность выросла в раздолье. Люди читают, люди читают на русском языке, потому что там очень много преподавателей, которые знают наш язык и понимают, о чем речь, поэтому призываю вас использовать этот момент. И, кстати, о книгах. Мы сегодня в основном употребляли слово публикация. Публикация, там, работа. Любая работа, которую вы проделали, но не издали, рискует остаться в вашем компьютере. После того, как вы использовали ее на выступлении, кафедры, на каком-то научном совете, там, выступили с тезисами на заседании, использовали при преподавании своей дисциплине, так вот, любая публикация должна быть опубликована, должна быть зафиксирована на материальном носителе, она должна стать книгой, доступной вашим коллегам, студентам, обычным интересующимся людям. Говорит, масштабно потомкам. Но, тем не менее, мы понимаем, что мы пишем не только для студентов, которые учатся у нас здесь и сейчас, но и тем, кто, в принципе, интересуется этой темой в дальнейшем. Это взрослые люди, которые могут быть совершенно не связаны с дисциплиной для своей работы, но для себя они тоже могут это изучать. Поэтому это последняя проблема преподавателя, который решает публикации. Каждая публикация должна стать книгой. Мы должны держать ее в своих руках. Если вы узнали хоть одну из своих проблем, вот из этого всего перечня, моих комментариев, на комментариях к каждой проблеме, то теперь вы знаете, как ее решить. Единственным словом, публикуйте. Напомню, какие проблемы были. Так, очень-очень кратко. Первое. Это проблема передачи оформленных знаний, передачи накопленного профессионального опыта. Второе. Это актуализация знаний, освещение нынешнего момента, обновление научной учебной базы по преподаваемой дисциплине. Третье. Нужно заявить миру о себе, о своих работах, о своих достижениях, работать над свое имя. Четвертое. Соискание ученых степеней, повышение уровня цитируемости, получение заслуженной надбавки. Пятое. Объединение усилий не одного преподавателя, а целого коллектива. Обеспечение развития научных, учебных, методических, исследовательских направлений дисциплины или целого блока дисциплин в рамках кафедры или целого университета. Шестое. Донести свои идеи, свое видение дисциплины, отдельных ее частей, до всех читателей, испытывающих такую потребность. Не только в России, а по всему миру. Мы с вами это затронули. Каждая публикация должна стать книгой. Вы должны ее держать в своих руках. Вот семь основных проблем преподавателей. Во второй части выступления могу коснуться и хочу коснуться того, как опубликовать книгу. Опубликовать книгу можно самостоятельно или через издательство. Если вы книгой занимаетесь самостоятельно, то вам необходимо подготовить материалы, провести корректорскую, редакторскую работы, заказать обложку будущей книги у дизайнера. Мы говорили, что книга должна держаться в руках. Зарегистрировать и получить для своей работы номер в книжной палате. Сверстать получившийся материал, книгу, отпечатать ее в типографии, зарегистрировать ее в e-library. Это ресурс, который определяет российский уровень, российский индекс научного цитирования. И дать знать миру о своей книге, распространить ее. Вот, собственно говоря, все этапы самостоятельной работы с книгой. Они, разумеется, занимают массу времени. Если книгой занимается издательство, то начать следует с того, что вы присылаете финансы своей работы в издательство. Если работа подходит издательству по контенту, допустим, у нас литература non-fiction, научная, учебная, то, разумеется, первое, и самое главное наше внимание будет сосредоточено на литературе именно такого характера. Если издательство желает взять вашу книгу, вашу работу, то вы заключаете лицензионный договор. Если вы не хотите дальше работать с издательством, а просто хотите, чтобы часть работы издательства взяла на себя, корректуру, литературу, то, что часть тоже заключается в договор подряд. То есть, вариантов работы масса. Если вы заключили лицензионный договор, то есть, чтобы потом издательство распространяло, использовало ваши материалы, вы передаете материалы в работу, и все остальное делаете издательством. Очень важно понимать, что у издательства, разумеется, больше возможностей для того, чтобы ваша книга увидела свет. Вариантов работы Макса. И чаще всего работа в издательстве обойдется преподавателю дешевле, чем самостоятельная опубликация и дистрибутация книги. Ведь после того, как работа опубликована, добавлена на римс, доступна читателю, расслабляться очень рано. По сути, работа в издательстве только начинается, ее нужно продвинуть в массы, донести до широкого круга читателей. И о том, как именно это происходит, я расскажу на следующем вебинаре. 11 мая в 12 часов в Москве. Как распространять свою научную книгу в секрете дистрибута. Нынешний же вебинар я бы хотела закончить не только ответами на ваши вопросы, но и тем, что пригласить вас к сотрудничеству. Если у вас есть публикация, если у вас есть проблема, то мы можем решить ее вместе с вами. Я уже говорила о том, что публиковаться можно и самостоятельно, можно и с помощью издательства. И мы рады предложить вам наши услуги. В настоящий момент мы хотим и работаем над тем, чтобы на нашем сайте разместить все возможные варианты сотрудничества. о самых часто используемых я вам рассказала. Про лицензионные договоры я говорила в своем предыдущем вебинаре о том, как работать с издательством, как сотрудничать с издательством. Очень подробно рассказывала про виды лицензионных договоров, про их особенности. Есть презентация на эту тему. Я надеюсь, что, если кому-то интересно, вы ее найдете на нашем канале YouTube. Если есть у вас сейчас какие-то вопросы, я буду рада на них ответить. Я сегодня специалист по проблемам. давайте. Я надеюсь, что молчание – это не набор большого объема текста, а отсутствие вопросов. Я еще немного подожду. Тем не менее, если у вас есть работа, я вас призываю присылать. На всех наших ресурсах есть контакты. Вы присылаете не всю работу, потому что я понимаю, что есть боязнь того, что работа не дойдет до редакторской коллегии, что потеряется, и вы будете переживать. Поэтому мы против только синоптиз. Это краткое содержание работы, основные его темы. структура, чтобы редакторской коллегии было понятно, что мы собираемся печатать. Только ради этого. Поэтому я призываю вас присылать синоптиз. Мы будем очень рады новым работам, актуальным работам. Сейчас идет большой подъем, большой спрос на научные работы. Поэтому, если у вас что-то есть интересное, что вы хотели печатать, мы с удовольствием его возьмем. Свой электронный адрес я, разумеется, напишу. Юлия Борисовна, гарантируем ли мы публикации в определенных изданиях? Если вы говорите о какой-то периодической литературе, то мы говорили про книгу, про публикацию книги в целом. Мы публикуем работу, монографию, учебники, учебные пособия, сборники статей. И это выпускается книга. Это не статьи в периодическое издание. Если мы говорим о распространении, то, да, у нас есть возможность давать информацию о том, что вышла такая-то научная работа. Мы сотрудничаем с книжной индустрией, с журналов. Там мы говорим о своих новинках, размещаем лицензии на книги. Вот такие работы ведутся. Но это я тоже в дистрибуции расскажу. Можно в частном порядке. Вообще, если на публикации права принадлежат ВУЗу, то мы работаем с ВУЗом. Если права принадлежат автору публикуемого издания, тогда мы работаем с автором напрямую. И вообще, это заключается лицензионный договор с автором, как с физическим лицом. И если даже ваши права на вашу публикацию принадлежат ВУЗу, то, насколько я понимаю, пишется специальное письмо, и ВУЗы охотно разрешают использовать, возвращают вам права на вашу публикацию. То есть разрешают использовать в течение какого-то времени написанное вальное произведение. В этом проблемы никогда не было. Издание работы оплачивается... Есть разные варианты. Начнем с этого. Есть лицензионный договор, когда издательство предлагает автору передать книгу на исключительных правах, то есть чтобы полностью в течение ограниченного количества времени, там, 3 года или 5 лет, заниматься его дистрибуцией и распространением. В таком случае, передавая исключительные права, мы берем на себя ответственность и в расчете на будущие прибыли полностью берем затраты на себя. Автору ничего платить не нужно. Если автор понимает, что он хотел бы реализовывать, дистрибутировать свое произведение в нескольких издательствах, для этого, в магазинах, в разных сетях, для этого существуют не исключительные права лицензионного договора, когда вы передаете с возможностью использовать в разных организациях свое произведение, тогда мы рассчитываем, что прибыли мы получим меньше, потому что больше людей будет, больше организации будет заниматься распространением, и такая конкурентная борьба будет между нами, мы понимаем, что выгоды мы получим меньше, и за это мы можем взять оплату. Какую оплату? Есть разные пакеты договоров с автором, начиная от 15 тысяч за публикацию, за книгу, до максимальной у нас был контракт, это 50 тысяч, когда там было запланировано и продвижение, и мы делали специальные рекламные акты, и баннеры, то есть такой полный фарш на одну книгу. Есть самые простые, то есть есть вообще конструктор, когда автор решает, что, допустим, я могу отредактировать свою книгу, но не могу откорректировать, и он оплачивает отдельно обложку, отдельно печать в типографии, отдельно корректуру, то есть есть целые конструкторские. Мы на нашем сайте размещаем такие пакеты услуг, и я надеюсь, что это будет доступно вот прям с ценами в ближайшее время, поэтому здесь вопрос, конечно, вот он такой двоякий. Мы делаем и платно, как большинство издательств, и делаем бесплатно, но только то, что нам очень интересно, то, что попадает в наш контент, то, что мы можем предложить массе вузов, библиотек, вы знаете, что у нас мы владеем университкой библиотекой онлайн, и вариантов для дистрибута у нас масса. Как выстраивается обратная связь с заинтересованной аудиторией для данных публикаций? Если заинтересованная аудитория – это авторы, то я дам свой электронный адрес для того, чтобы мы начали общение уже в индивидуальном порядке. Если вы находитесь не в Москве, то, конечно, с личной встречей будет сложно, но большинство наших авторов находится не в Москве, и мы решаем это с помощью Курьерской службы или Почты России. Все вопросы мы оговариваем по телефону, по электронной почте. Если мы пришли к соглашению и заключаем договор, мы уже первичные документы, договор, оригинал, с подписами направляем преподавателю, авторов и вот так сотрудничаем. Мария Анатольевна, тираж в произведении «В любом» мы ставим изначально 500. Надеюсь, что в количестве 500 экземпляров книга точно будет реализована. Если мы понимаем, что... Прошу прощения, я договорюсь. Если мы понимаем, что книга имеет такой успех, что необходима допечатка пиража, то здесь мы договариваемся с автором и увеличиваем количество тиража, выпускаем большее количество. Я свою почту даю, а вы вот все вопросы, которые вам интересны, мы можем решить в индивидуальном порядке. Сейчас, капитан, да. Еще бы хотела сказать, что авторов у нас очень много, около 2000 минимум. И, разумеется, не только я работаю с авторами, хотя я делаю с огромным удовольствием это, у нас несколько сотрудников, которые работают с авторами. И первично мы, когда решаем какие-то вопросы, мы распределяем между собой авторов и ведемых, чтобы наше внимание было максимально каждому, и не было никаких недопониманий. Сейчас, откуда я дописываю. Я это к тому, что вы не пугайтесь, если ваш вопрос я переадресую сотруднику не менее компетентному, чем я. Еще касаясь вопроса тиража. У нас мы печатаем по технологии Print on Demand. Это очень удобно, потому что печать потребований. То есть мы не храним весь тираж 500 экземпляров у себя на складе. Мы сначала ведем, идем в дистрибутивную сеть и понимаем, какие заказы у нас есть. Потом оперативно печатаем и реализуем этот заказ, собственно говоря. Поэтому вопрос тиражности нас особо не интересует. Хотя я понимаю, что он интересует преподавателя. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что вы, если есть вопросы, если нет вопросов, но есть интересная работа, мне напишите. Мне с вами тоже было очень интересно. Я очень рада, что вопросы были по существу. Я вас благодарю за внимание. Приходите на вебинар 11 мая. После праздников, видимо, только я буду в форме, чтобы провести. Но я надеюсь, что этот вебинар будет очень интересным, потому что как распространять научную книгу, это определенная наука. Там будет очень интересно. Приходите, я буду рада вам рассказать все-все секреты дистрибуции научной книги. Всего доброго. До свидания. Коллеги, я благодарю всех за участие в нашем вебинаре. Благодарю Анну за сегодняшний подробный рассказ по нашей теме. Повторюсь, приглашаю вас всех на следующий вебинар Анны и на следующий вебинар, который состоится завтра. Тем, кто по ходу нашего вебинара зашел, напоминаю, если пролистать немножко назад чат, вы увидите ссылки на два следующих вебинара. Еще раз всех благодарю. Прощаюсь. 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 Прощаюсь.